В 1965 году Георгий Георгию Дэш умирает. Кандидатов, которые метили на должность генсека, было трое. Ион Георгий Маурер, Георгий Апостол, Киво Стойко. Так бы не создавать внутрипартийную борьбу, кандидаты говорили о том, что генеральным секретарем будет компромиссная фигура. В итоге, лидером Народной Республики Румынии стал человек, ради которого большинство смотрит это видео. Я уверен, большинство зрителей с нетерпением ждали этого момента. Дамы и господа, представляю вам самого жестокого и дружелюбного, кровавого и миролюбивого диктатора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как только Чаушеско пришел к власти, он сразу решил провести своеобразный ребрендик страны. Румынская Народная Республика изменилась в Социалистическую Республику Румыния. Румынская Рабочая Партия стала Коммунистической Партией Румынии. Вносились корректировки в герб. Бывшие кандидаты на должность генсека раздражали Чаушеску, и поэтому он начал с ними бороться. Киво Стойко был снят со всех постов, а в 1976 году по официальной версии совершил самоубийство. Георгия Апостола, как человека, который абсолютно не разбирается в Латинской Америке, отправили послом в Латинскую Америку. И он, Георгий Маурер, был отправлен на почетную пенсию. На момент начала правления Чаушеску, Социалистическая Республика Румыния была более либеральней, чем другие страны, соцлагеря. Не было тотальной цензуры. Граждане имели возможность покупать западные газеты, а также путешествовать во другие страны. Диссидентов перестали отправлять в концентрационные лагеря и в ссылку. Во внешней политике Чаушеску продолжал курс своего бывшего коллеги. Он тоже улучшал отношения с западными странами и при этом пытался сделать Румынию как можно более независимой от СССР. Чаушеску установил дипломатические отношения с ФРГ. В Румынию проезжал президент Франции Шарль де Голь и США Ричард Никсон. Дважды Чаушеску ездил в США и один раз в Великобританию. В 1967 году на Ближнем Востоке началась шестидневная война. В конфликте были Израиль, который поддерживала США, и арабские государства, которые поддерживал СССР. В итоге Израиль одержал победу, и все страны Варшавского договора разорвали дипломатические отношения с Израилем. Румыния же не стала этого делать и все так же поддерживала связь. В 1968 году к власти в Чехословакии приходит Александр Дубчик, который начал проводить радикальные либеральные реформы. Этот период стали называть Пражская весна, и Чаушеску поддержал реформы Дубчика. В этом видео я не буду подробно разбирать этот случай, но суть в том, что это привело к вводу войск стран Варшавского договора в Чехословакию. После подавления Пражской весны, румынское руководство резко осудило это вторжение. Благодаря этому Чаушеску приобрел огромную популярность на родине и за границей. В 1971 году генеральный секретарь румынской коммунистической партии посетил Вьетнам, Китай и КНДР. Чаушеску очень заинтересовался Северной Кореей и ее идеологией чучхэ. В это время в Румынии книги, которые касались этой идеологии, начали широко распространяться. В этот момент Чаушеску решил, что социалистическая республика Румыния какая-то слишком демократическая и поэтому начал закручивать гайки. Была усилена секуритата, которая сочетала в себе спецслужбу и политическую полицию. Цензура была значительно расширена. Появился культ личности Николая Чаушеску. Также Чаушеску начал продвигать своих родственников во власть. Оппозиция всячески подавлялась. Любой, кто так или иначе критиковал Чаушеску, были посажены в тюрьму или исключены из партии. Хорошим примером является Константин Пырвулеску, который выступал против переизбрания Чаушеску в 1979 году. За это он был помещен под домашний арест, а вскоре был исключен из партии. Однако во внешней политике он придерживался все тех же принципов. В 1973 году в Чили произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут социалистический режим. Румыния, в отличие от других стран соцлагеря, все так же сохраняла дипломатические отношения. Социалистическая республика Румыния вместе с Югославией поддерживала связи с европейским экономическим сообществом, благодаря чему было подписано соглашение об обмене промышленных товаров. Чаушеску в течение всего своего правления часто посещал капиталистические страны. В 1974 году Чаушеску, общаясь со своими западными друзьями, решил, что он тоже будет президентом. В период правления Николая Чаушеску экономика Румынии продолжает активно развиваться. Происходит индустриализация страны, расширяется товарооборот с западными странами. Внутри страны попадали частные западные компании, в том числе западные автомобили. У румын появилась своя марка автомобилей – дачи. Активно развивались нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимическая промышленность. Отновременно с этим Социалистическая республика Румыния брала кредиты и взаимы от стран Запада для дальнейшего вложения в развитие промышленности. Кстати, в 1979 году СССР вводит войска в Афганистан. И Чаушеску в открытую критиковал Светов за это. Также важным элементом внутренней политики Николая в это время является национализм. Как вы знаете, Румыния после Второй мировой войны смогла вернуть себя в Трансильванию. На этой территории проживает много этнических венгров. В Народной республике Румынии существовала Муреш-Венгерская автономная область. После прихода Чаушеску к власти Муреш венгерская автономная область была полностью упразднена. Проводилась антивенгерская политика. Например, закрывали школы на венгерском языке. Венгерская народная республика была недовольна этим. И отношения между двумя странами были напряженными. Единственное, что их останавливало от войны, так это членство в одном альянсе. А вообще, Чаушеску, благодаря своей политике против национальных меньшинств, заложил бомбу замедленного действия, которая однажды взорвется. Во второй половине 70-х годов уровень жизни Румынии начинает постепенно падать. Связано это с сокращением социальной политики. Отменялись пенсии по инвалидности в угледобывающей отрасли. Пенсионный возраст для шахтеров повышался с 50 до 52 лет. Санкционировалось увеличение рабочего дня. Допускалась работа по воскресеньям. Замораживалась заработная плата. Вводились отчисления за невыполнение производственных планов. Отменялась оплата сверхурочных работ за последние месяцы. Все это привело к недовольству среди шахтеров. В 1979 году была проведена запостовка шахтеров, на которую приехал лично Чаушеску. Он много чего пообещал шахтерам и первое время он выполнял все их условия. Появился день шахтера. Заметно улучшилось снабжение продовольствием. Льготы продолжали выплачивать. Однако спустя время начинались политические преследования. Кого-то допрашивали, а кого-то сажали в тюрьму или отправляли в психбольницу. Начиная с этого момента в стране стали появляться нелегальные профсоюзы. Начиная с 80-х годов в стране начинается экономический кризис. Из-за истощения запасов нефти в стране и из-за огромных долгов перед странами Запада. Также в Румынии многие предприятия тратили слишком много энергии. Поэтому румынскому руководству потребовалось построить множество электростанций. Так в стране появилась первая и единственная на сегодняшний день в Румынии червонацкая АЭС, которая строилась при сотрудничестве с канадской компанией. Однако выплачивать долги перед западными странами как-то надо было. Поэтому с 80-х годов проводилась политика жесткой экономии. Из-за нее уровень жизни у румын значительно снижался. Увлечился дефицит. Рейтинг самого Николая Чаушеску значительно падал. Экономили на всем. Был установлен лимит на пользование электричеством. Горячая вода давалась только в определенное время. Днем в городах и селах отключали свет. Результатом такой экономии было то, что к 1986 году Румыния выплатила половину долга. В 1985 году к власти приходит Горбачев, который начинает налаживать отношения с Западом. Из-за этого правила игры начинают меняться. Николай Чаушеску теперь никому не нужен был на Западе. И поэтому ему перестали помогать. Что в лишний раз усложнило положение. Также СССР начинает потихонечку задыхаться. Из-за чего от него помощи тоже не было особо большой. Привет. Здравствуйте, товарищи. Иди на... Как сказал бы Влад Третий Дракула, в Румынии ситуация накалилась. Ну а если серьезно, то с 1985 по 1989 года постоянно происходили акции протеста, которые подавлялись агентами секуритаты. Наступил 1989 год, который стал последним для Чаушеску. Благодаря политике жесткой экономии, социалистическая республика Румыния выплатила все долги перед капиталистическими странами. Благодаря чему экономика Румынии смогла бы идти в ногу со временем. Но проблема в том, что даже после выплаты долгов, политика жесткой экономии сохранилась. Что, естественно, народу не нравилось. В это же время во многих странах Варшавского договора проводилась перестройка. И при этом коммунистические партии теряли свой контроль над странами. В Румынии в этом плане было все тихо и спокойно. Ведь Чаушеску не проводил перестройку. Кроме этого, он раскритиковал перестройку и заявлял, что она приведет социализм к краху. У Николая также были планы вместо Совета экономической взаимопомощи создать свой экономический союз, куда бы вошли оставшиеся социалистические страны. В этом же году было опубликовано письмо шести, которое подписали шесть членов Румынской коммунистической партии. Среди них был Георгий Апостол и Константин Пырвулеску. В нем Чаушеску обвиняли в нарушении прав человека. Это письмо активно распространяли, что в лишний раз ухудшило рейтинг Чаушеску. В конечном итоге Чаушеску, как и каждый уважающий себя лидер государства, который пытается сидеть на двух стульях, закончил свое правление революцией. Если очень коротко, то был такой венгерский протестантский пастор Ласло Текеш. Было принято решение его депортировать из страны. Из-за этого венгры устроили митинг. Сотрудники секуритаты подавили митинг. Однако об этой новости стало известно всей стране. И акции протеста начались в нескольких городах. 21 декабря Чаушеску собрал митинг, воистовую поддержку, и выступил с речью. Однако митинг вышел из-под контроля. Де аземенеа с адресес муѢумири и организатурилор ацестеи маре маннифестері популара din Букуреѣѣ, КОНСИДЕРЫН АЧАСТА ДАГО. На следующий день Чаушеску со своей женой покинули дворец на вертолёте. Затем путь был продолжен на машине. Однако спустя время их узнали и задержали. Был проведён суд, согласно которому Николаю со своей женой расстреляли 25 декабря. Вскоре румынская коммунистическая партия была запрещена, а страну возглавил и он Ильеску, которого не так давно задержали за его авторитарные методы управления государством. Социалистическая республика Румыния – это необычное государство, которое имело хорошее отношение как с Западом, так и с Советским Союзом. Однако Румыния состоит в НАТО и Европейском Союзе. Также она является индустриальной аграрной страной, где идёт развитие экономики. При этом ВВП на душу населения низкая. Уровень жизни граждан значительно ниже, чем средний уровень жизни в Европейском Союзе. Режим Чаушеску часто сравнивают со Северной Кореей, так как в обоих государствах была цензура и развивался культ личности правителей. Что интересно, при Чаушеску Румыния активно разрабатывала ядерное оружие. И если бы Николай продержался бы у власти ещё несколько лет, то, возможно, Румыния смогла бы стать ядерной державой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова